Незаконный бизнес в Баврюзске задержан торговец реквизитами банковских карт. Чем обернулась нелегальная продажа? На доверие уже не поездишь. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. В Беларуси появился реестр легальных перевозчиков. Это наше здоровье, тем более дети есть, ездят с детьми. Что стало последней каплей? Хорошо провели время. В Минске задержан 26-летний педофил. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к безопасности своих детей. Какой возрастной ценз обозначил себе фигурант? Это сирена, громкие чупы за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Нелегальный сбыт в Баврюзске задержали продавца банковских реквизитов. Свой бизнес на тот момент 19-летний житель Баврюзка начал в 2019-м. Сначала молодой человек продавал карты сам, позже нанял помощников. Они искали тех, на чьи имена в последующем оформлялись кредиты для сбыта. Стоимость варьировалась от 3,5 до 10 тысяч российских рублей. В компьютере фигуранта обнаружена база с персональными данными более 1300 человек. Помогали просто так или за деньги? Помогал мне процент был. Процент давал какой процент? Говорил сам выбиратель, но я правил, грубо говоря, 50 рублей. 50 рублей за что? За человека. В ходе расследования наложен арест на имущество на общую сумму более 100 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Подойди ближе. В Минске оперативники в сфере нравов задержали педофила. Вычислить любителя помладше удалось с помощью интернет-разведки. 26-летний столичный житель совратил 14-летнюю школьницу. Фигурант познакомился с потерпевшей в соцсети. Зная о возрасте девочки, на протяжении недели вел с ней интимную переписку и присылал свои откровенные фото. После настоял на встрече у себя дома, где совершил в отношении нее развратные действия. Я познакомился с несовершеннолетними девочками в социальных сетях, также в мессенджерах, в том числе в Телеграм. Наша переписка начиналась с обычного привет и спустя некоторое время я уже предлагал с ними вступить в половую связь. Девушкам, с которыми я знакомился, было по 14 и более лет. Следователями возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетней. Проверяется причастность задержанного к иным преступлениям в отношении детей. Сотрудники органов внутренних дел постоянно мониторят соцсети и мессенджеры с целью своевременного выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к развратным действиям в отношении несовершеннолетних. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к безопасности своих детей, которые в силу возраста могут не понимать, что в отношении них совершается преступление. На пассажок в Могилеве задержан пьяный водитель маршрутки. Наряд ДПС остановил «Фольксваген». Пассажиров было больше положенного. Когда инспекторы пригласили шофера в служебное авто, заподозрили неладное. Медосвидетельствование показало 1,1 промилле алкоголя. Мужчине грозит штраф до 7400 рублей и лишение прав на 5 лет. К слову, для нарушителей это не впервой. В продолжении темы. В Беларуси появится реестр легальных перевозчиков. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Основной приоритет – обеспечить безопасность пассажиров. Одна из отдельных тем – интернет-агрегаторы. Они должны будут установить свои информационные системы на территории страны, а не пользоваться зарубежными серверами. Срок к Новому году. О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и обижать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно нужно перекреститься. Шутки шутками, однако печальная статистика идет в гору. За 2023-й произошло свыше 100 аварий с участием перевозчиков. Погибли 37 белорусов. В целом вопрос стоит очень остро и неоднократно поднимался на уровне главы государства. Последней каплей стала трагедия под Смолевичами. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. Вскоре в стране появится специальный реестр. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Таксопарки, диспетчеры, водители. Каждое транспортное средство. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу перевозчиков. Крайняя мера – изъятие машины в досудебном порядке. На доверии поездить уже не получится. Будут определены основания для исключения из реестра. И планируется определить незаконную и запрещенную транспортную деятельность и деятельность водителей в области перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. В том числе и автомобилями такси без включения в реестр. Дырявое сведение – трещина на лобовом или лысая резина. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. За неполный 2023-й проверено свыше 10 тысяч авто. Нарушений – более 9 тысяч. В антирейтинге и превышение скорости. На трассе, как показывает практика, за рискованные поступки лихачи платят сполна. Это наше здоровье. Тем более дети есть, ездят с детьми. Не дай бог, что это, конечно, нужно, чтобы безопасно было. В большинстве-то все, может быть, эти перевозчики порядочные, но среди них-то бывает, наверное, и не очень. В целях безопасности это действительно стоит и нужно делать постоянно. Контролировать обязательно нужно, чтобы и безопасности пристегивались, чтобы даже в маршрутках. У вопроса есть и финансовая сторона. 30 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. И это цифры только за 9 месяцев. Правоохранители пресекают сокрытие выручки, дробление бизнеса и зарплату в конвертах. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнес с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок, доначислено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. В Бобруйске только за два месяца изъято четыре автомобиля. Недобросовестный таксист оказывал услуги без госрегистрации. У трех водителей маршруток и вовсе отсутствовала лицензия. Зачастую пассажир и сам не знает, кто его везет. А ведь нужно не так много, чтобы облаченный проезд не стал билетом на тот свет. Добавили градусы. На Свердлово сгорела баня. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Хозяйка постройки находилась на улице. По ее словам, внутри никого. Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара уничтожено кровля, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предупрежден – значит вооружен. Акция «Безопасный Новый год» проходит в Бавруйске. Сотрудники МЧС ставят перед собой важную задачу – предупредить пожары и несчастные случаи из-за неосторожного использования пиротехники. Спасатели напоминают правила безопасности при подготовке к рождественским и новогодним праздникам. Акция продлится по 29 декабря и пройдет в учреждениях образования, здравоохранения, а также в местах массового пребывания людей. Храните пиротехнику подальше от нагревательных элементах и в недоступных для детей местах. Помните, что в закрытых помещениях можно использовать только пиротехнику первого класса, такие как бенгальские огни или хлопушки. Все остальное пиротехнику необходимо использовать на открытом воздухе. Несмотря на то, что до Нового года, чуть меньше трех недель, первые пострадавшие уже пожинают плоды собственной беспечности. В Бавруйске школьник травмировался от взрыва петарды. МЧС в очередной раз напоминает, чтобы праздники прошли без приключений, стоит подумать о безопасности. Не приобретайте пиротехнику у сомнительных продавцов и оградите детей от ее использования. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!